МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И будем говорить о том, как сейчас проходят суды над сотрудниками Беркута и почему до сих пор не доказана вина ни одного из них. Хотя все мы помним страшные кадры преступлений, совершенных беркутовцами во время революции достоинства. Вот сейчас, собственно, эти кадры мы видим. Давайте посмотрим. Ё-моё. Как известно, на скамье подсудимых на данный момент оказалось пятеро бойцов Беркута. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года. Еще минимум 20 беркутовцев, которых обвиняют в аналогичном преступлении, убежали. Они скрываются от следствия. Последнее судебное заседание по делу сотрудников Беркута состоялось как раз сегодня. И там не обошлось без конфликта. Активисты облили подозреваемых беркутовцев кровью, ну или жидкостью, похожей на кровь. Вот так же сейчас на экране это видео. В общем, надо сказать, что судебное заседание проходит под пристальным вниманием активистов, участников революции достоинства и, так сказать, политических лидеров Евромайдана. Вот давайте послушаем, что по этому поводу говорит один из них. Это комментарий Олега Тягнебока. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну вот мы эту тему освещаем. А в свою очередь сами адвокаты, экс-беркутовцев, недовольны тем, как происходят события в суде. Считают, что у следствия нет аргументов, чтобы доказать вину беркутовцев. Давайте послушаем комментарий адвоката. Пожалуйста. Следствия не достигнута доказаний, которые показывали на причетность тех криминальных правопорушений, которые инкриминуются нашим подзахисным. Кроме того, сторона защиты беркута заявляет о политической составляющей в этом деле. Давайте послушаем еще одну прямую речь. Политическая составляющая есть. Она будет. И как бы кому ни хотелось, она будет продолжаться и присутствовать здесь. И будет руководить. До вынесения приговора. Такая короткая преамбула к нашему сегодняшнему разговору. Напомню нашим телезрителям, что мы в прямом эфире. Прошу вас звонить к нам в студию. Присоединяйтесь к обсуждению. Задавайте вопросы гостям программы. К вам вопрос сегодня такой. Считаете ли вы всех бойцов беркута, которые были на Майдане, преступниками? И почему, по вашему мнению, до сих пор не доказана вина ни одного из них? Телефон прямого эфира 206-99-99, код Киева, 044. Ждем ваших звонков. Дмитрий, у вас, так сказать, давние, можно так сказать, в кавычках, теплые отношения с беркутовцами. Вот можно посмотреть сейчас знаменитое фото с вами. Ну, без преувеличения. По сети оно гуляет до сих пор, да? Давайте его видим на экран. Значит, это 2012 год. Так званный Мовный Майдан. Это да, это Мовный Майдан. И вы один из организаторов этого Майдана были. Это важно заметить. Ну, по крайней мере, так пишут в Википедии, да? Потом вы получили условный срок, два года, за вот, собственно, эти действия, которые мы сейчас видим. Да? Не было так. Ну, собственно, мы сегодня не об этом. Да. Переадресую вам вопрос, который я озвучил для зрителей. Считаете ли вы всех бойцов Беркута, которые были на Майдане преступниками? Навіть больше. Я вважаю, что все співпрацівники органов внутренних справ, которые на момент, когда влада начала расстреливать неозброенных митингарев, которые в той час не звольнилися с органов внутренних справ, это, власне, люди, которые уже мусять ответить. Потому что, когда вся совесть нации кричит, что там Янукович расстреляет людей, а ты в этот час продолжаешь спокойно ему служить, это уже скажет про твои морально-этичные состояния. А про тех, власне, Беркутівців, которые до последнего захищали этот режим, я безумовно вважаю, что это все злочинцы, и просто по факту участия в этом они должны ответить. Можливо, у них будет с часом, если уже война дала такой шанс, возможность в чем-то помягчить свою правину, но не до конца. Ну, Твою Дмитрию, прежде чем вам задать первый вопрос, я хотел бы, чтобы мы посмотрели, что вы написали не так давно у себя на страничке в Фейсбуке по нашей сегодняшней теме. И после отреагируете и ответите на мой вопрос. Пожалуйста. Я так понимаю, что если вы посвящаете свою адвокатскую победу всем Беркутам, как вы сказали, то вы не считаете их виновными, преступниками, как звучит наш сегодняшний вопрос. Да, однозначно, я не считаю человека преступником до тех пор, пока в отношении него не вступил в силу обвинительный приговор. Это и мое сугубо личное соображение, и мое этическое обязательство как защитника. То есть это не только вы так считаете как адвокат, но в принципе и как гражданин. И я считаю, что если все люди будут придерживаться такой позиции, нам будет гораздо легче. Я думаю, что если Дмитрия сейчас назвать преступником, то скорее всего, что он точно так же скажет, что в отношении него нет никакого обвинительного приговора, поэтому его преступником считать нельзя. Однако я однозначно могу осуждать как человек действия любого другого человека, но это будет мое личное мнение. Относительно... Давайте перейдем в звонок и продолжим. Да, давайте. Слушаем вас, вы в эфире. Пожалуйста, говорите. Алло. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Я... Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы к нам звоните, скажите, пожалуйста. Алло, ну вас не слышно. Мы вас, главное, хорошо слышим. Я надеюсь, что вы сейчас услышите и меня. Как вас зовут и откуда вы звоните? Владимир Васильевич, я звоню с Харькова. Да, Владимир Васильевич. Я 30 лет прослужил в армии. Понимаете? И я считаю, первый ответ. Не организовал Майдан тот, кто сейчас сидит у власти, в самом верху власти. Это однозначно. Это другая история абсолютно. А? Это важно то, что вы говорите, но это другая история. Вот вы считаете... Нет, не история, это факт. История. История, история. Совершенно другая. Вы считаете нужно, вернее, вы считаете преступниками тех бойцов Берката, которые были на Майдане? Я скажу, что такое преступник. Они выполняли то, что кому давали присягу, тому и выполняли. Они военные люди, во-первых. Во-вторых, не их били, а били вот эти, как вы сказали, активисты или хрен знает кто. Спасибо, нет. Ну вот давайте эту грань не переходить, без оскорблений. Спасибо. Но мнение услышали. Да, я продолжу. Относительно того, что я написал в Facebook. На самом деле, действительно, это была маленькая победа. За ней последовала очередная победа. Был освобожден апелляционным судом города Киева. Еще один сотрудник Харьковского Беркута. Сейчас это батальон полиции особого назначения управления полиции в Харьковской области. Этим ребятам были в июне предъявлены серьезные подозрения, в том числе и по статье 115 Уголовного кодекса «Умышленное убийство». На протяжении четырех месяцев нахождения этих ребят в СИЗО не было добыто ни одного доказательства прямого, которое бы свидетельствует о том, что они хотя бы причастны к данным событиям. Да. Вот я хотел бы, чтобы Дмитрий отреагировал на это. Ну вот, в принципе, слова Валентина и аргумент, что действительно нет пока фактов и доказательств. Если эта тема судить псев, которые ее защищали, то, конечно, она не найдет никаких доказательств. Ну, это же очевидно. Они ее защищали, и она теперь пытается как-то их... Ну, в российской республике они изменяли все? Нет. Чому же прикол? Тому их и судят не військово-полевым судом, а в Святошинском. Военно-полевой, ну, тут что... Самосуд? Чего это самосуд? Самосуд? Революция – это и есть самосуд. Ну, сейчас я имею в виду. Так, и я говорю про это. Революция, будь-якая революция, это и есть исторический самосуд, когда массы выходят, наконец, на историческую арену и начинают творить суд собственными силами, потому что государство, они не доверяют этому суду от государства. А тут, получается, что государство судит вбивцев, которые вбивали массы, которые вышли судить государству. Бред. Вот поэтому, в Беркуте, мы не найдем никаких доказательств. Услышали ваш ответ. Они еще и вы правдают. Послушаем, давайте, телезрители. И я вам все для того, чтобы их оправдали, как защитник. Так вас будут потом судить. Слушаем вас в эфире и сразу прошу, выключите звук в телевизоре, пожалуйста, потому что идет эхо. Алло. Да, слушаем вас. Пожалуйста, звук выключите в телевизоре. Вашенко Григорь Иванович, город Киев. Пожалуйста, выключите звук в телевизоре, еще раз вас прошу. Идет эхо, задержка. Вашенко Григорь Иванович, город Киев. Ну мой такой звонок, это будет очень, мы теряем время. Есть? Алло, алло, алло. Ну давайте, подсказывает, что все нормально. Алло, алло. Не был, но видел это все. Видел. Да, а я был и видел это все. Так. Вопрос. Я видел это все. Я слушаю ваш вопрос. И мне просто стыдно смотреть таких людей, которые живут на Украине и не защищают людей нормальных, а защищают большинство, которые живут на Украине. Ну и слышали, в целом позиция ясна. Мы опять видим, да, субъективную оценку, да. Я понял. Субъективную оценку. В чем вопрос? Я, правда, не понял вопроса. Ну, это было мнение, давайте так. Хорошо. Без вопроса, да. Ну вот, а по вашему мнению, можете ли вы, конечно, постарайтесь быть объективным? Почему не доказана вот вина до сих пор? Значит, вина... Только если можно коротко. Да, вина не доказана до сих пор, потому что в определенных процессах идет судебное разбирательство, и дело еще не закончено судебным рассмотрением. И данная процедура может длиться определенное некоторое время. В других процессах подозреваемые пока еще находятся в стадии досудебного расследования. Материалы не переданы Генеральной прокуратурой и судом. Тогда у меня такой вопрос. Есть ли вы уверены, я так понял, и как гражданин, и как адвокат, что, кроме того, те, которые сейчас на скаме подсудимых, сотрудники Беркута, не убивали, не стреляли, ну то, в чем их обвиняют, то кто же тогда стрелял? Значит, я не могу сказать, что я в чем-то уверен. Уверены мы все с вами будем тогда, когда будет приговор суда, который вступит в законную силу. На сегодня мы не можем не утверждать, не опровергать определенные действия, которые инкриминируются. Для этого и созданы суды, не военно-полевые, которыми, я надеюсь, в свое время будут судить и Диму, а суды в правовом государстве. А за что, Дмитрия, судить? Дима хочет, чтобы в Украине были военно-полевые суды. Я ему, как человек, желаю, чтобы он попал под пресс такого суда, который будет проводиться в историческом, я думаю, в скором будущем Украине. А в чем вина, по вашему мнению, Дмитрий? Я не знаю, массы будут творить исторический суд, и Дима, я думаю, ощутит на себе давление масс на суд, военно-полевой. Так вот, я считаю, что пока нету приговора суда, мы не имеем права говорить о том, что человек преступник. Это первое. Второе. Люди, которые находились на Майдане при исполнении своих служебных обязанностей, даже если были вооружены, они были вооружены оружием. И Дима, как участник АТО, прекрасно понимает, что оружие, которое выдается человеку, оно выдается не просто так. А свинцовые пули? Свинцовые пули – это миф, и я хочу об этом сказать и всю Украину, что это миф, который был создан Генеральной прокуратурой. Почему? Потому что свинцовых пуль на самом деле нету. Есть специальные средства, и есть точно так же соответствующие патроны, которые не относятся к свинцовым пулям. Это неправильный термин. Свинцовых пуль нет. Три роки их и вооружить, все справедливо. И мы выиграем это дело и всех оправдаем, только потому что нет ни единого доказательства вины тех, кого вы так хотите осудить. Есть звонок, принимаем. Слушаем вас, слушаем, вы в прямом эфире. Алло. Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Добрый вечер, откуда вы к нам звоните? Я из Киева, Екатерина Павловна. Очень приятно, Екатерина Павловна. Очень коротко, пожалуйста. Я хочу сказать о том, что... Вы меня слышите? Да, пожалуйста, Екатерина Павловна, коротко, буквально два слова. Я хочу сказать, что вины, я их не могу сказать, что они виноваты. Они подписывали, да, они подписывали все бумаги для того, чтобы служить народу и охраняли порядок. Спасибо. Если бы их там не было, то там неизвестно, что там было бы. Хорошо, хорошо. Я вам скажу, чтобы там было. Тогда такой вопрос, это, конечно, больше к Валентину. Давайте вы отреагируете, и потом у меня будет вопрос. Валентина Павловна, согласно выяснений Нюрнбергского трибунала, выполнение злочинного наказа не является выправданием. Как вы, собственно, прокомментируете видео, которое мы смотрели в начале эфира? Можете, ребята, в принципе, запустить это видео еще раз? Вот, которое в начале эфира у нас было. Давайте запустим. Можно бесконечно много раз запустить это видео. Я его уже готов комментировать. Казалось бы, ну, все очевидно. Я готов его комментировать, абсолютно все очевидно. Это нарезка видео, взятая из неизвестных в правовом плане источников. Таких нарезок в Генеральной прокуратуре предоставляется, ну, просто несметное количество. Однако, на данных видеокадрах мы можем видеть только лишь поведение конкретных людей. Более того, многих из них так и не удалось идентифицировать. Поэтому, есть определенное количество лиц, которые сейчас находятся на скамье подсудимых, и им просто засылают, что на этих кадрах находятся они. Для этого подтасовываются и результаты соответствующих экспертиз, собираются доказательства, которые являются недопустимыми. Мы, как адвокаты, показываем, ну, раз мы находимся еще пока в правовом государстве, а не в государстве, где находится на полевой суд. Мы показываем недопустимость этих доказательств, а вот суд находится вот просто под ужасающим давлением, в том числе и таких, как Дима, и ему очень тяжело принять наши аргументы. Однако, делается все для того, чтобы хоть каким-то образом объективно рассматривать данные дела. Ну, я понимаю ваши эмоции, естественно, как вот участник родственников достоинства, но Валентин вспомнил о презумпции невиновности. Ну, вот, да, то есть мы же хотим в правовом государстве жить. Вот так или иначе, а получается так? Тут уже просто. То есть пока вина была не доказана в суде. Правова держава, тут дивлячись, чья система правова. Оскільки колишня система правова залишилася, і до неї, власне, апелюються адвокати беркутівців, то абсолютно очевидно, що вони з точки зору цієї правової системи можуть бути і невинні. І те, що вона взагалі їх судить, це тільки тому, що таки, як ми є. І тому, що ми ще трошки тримаємо цю справу під контролем. Як тільки ми залишимо від контроля, вона, ця система, яку вони же й захищали, вона їх виправдає. Це очевидно. Бо перевладні, власне, ті самі люди. Доброго дня. Це Анна, я з Києва. Доброго дня. Дуже коротко, якщо можна. Так, у мене питання до адвоката. Прошу. Нікому не секрет, ми бачили і відео, як і стріляли, і били. Ну, ось тільки що смотрели, да. Так, і ясно, що це амбаркально. І питання до адвоката. Як ви можете захищати таких людей? Адже, якщо я не побую це слово, це вбивці. Ну, спасибо. Спасибо вам большое, Анна, за звонок. В принципі, ви вже відповіли на цей вопрос. Конечно, я відповіли на цей вопрос. Отвечу ще раз спеціально, що пока в отношість чоловіка не вонесено обвинительний приговор, ніхто не має право називати його вбивцей. Боле того, все виділи, що стріляли, все виділи, що били, але ніхто не може указати конкретно, хто це діло. Вот хто це діло? Я можу указати. Дмитрий може. А как ви можете указати? Действительно, наверное, есть проблема в тому, щоб ідентифицировати. Більці спецпідрозділа Беркут, бійці внутрішніх військ. Нет, конкретно я имею в виду. Всіх. Треба грибти всіх. І ВВшников? Всіх. Ну, а тут, кстати, я тоже не знаю. Я просим, а і тих, хто погиб, тоже будемо загребати. Всіх. Нет, тих вже можна залишити, да? Всіх. Всіх. Вот в чому соль вопроса. Всіх, брат і всіх. І не так багато їх там було. Коли система почала себе захищати, виявлося, що не так багато в неї цих псів вже пригодованих. І їх просто дуже легко всіх закинути в тюрму, а вже потім розбиратися. Ещё один дзвонок. Затронула цю тему наших телезрителів. Слушаємо вас. Здравствуйте. 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 Я попрошу вас выключити звук в телевізорі, потому что ехо і задержка. Пожалуйста. Хорошо, хорошо. Я выключаю. Пожалуйста, выключу. Откуда ви представьтесь, пожалуйста, і очень коротко ваше мнение. А я просто хочу сказати, що беркутовці, які були там, вони виконували приказ, який давав, який присягали. А не ви виконували приказ? А не ви считаєте ли ви це преступним приказом? Вот избивати до полусмерти людей, стрілять в людей, убивать людей? Подождите, а що люди робили там? С самого початку? Мирно стояли. Вот вы спросите у Дмитрия, учасник Росліддостоинства, один из самых... Ну, я тут тебе скажу, що там вробили. Спочатку, як придурки стояли мирно і сподівалися, що Янукович сам піде і сам розбереться. Потім, коли нас почали бити вже, от коли почали бити, коли розігнали перших, от тоді стало ясно, що по-мирному з ними не вийде. От що там було. Нормальний чоловік или нет? Чи який нормальний, нормальнейший для тебе? Ладно. Услышали вопрос, услышали ответ. Спасибо огромное. Вот давайте быстро выведем результаты опроса с нашего сайта. Традиционно мы проводим голосование на сайті Магнолии ТВ до эфира. Вопрос звучал так. У Києві в суді ніяк не можуть довести провину беркутівців. А для вас вони апріорі злочинці? Ну, слегка вот так провокаціонно, но тем не менее. Так, через те, що вони чинили на Майдані, їх усіх треба посадити. Вот опять таки усіх. Ми подчеркнули цей момент. За цей варіант проголосувало 38% нашої аудиторії. Ні, показові страти недопустимі. Треба ретельно розбиратися в кожному окремому випадку. За цей варіант проголосував 61% наших читачів. От как ви считаете, є ли вероятность того, що сейчас, вот сейчас тех, которых судят, вот это действительно показательная казнь. А те, кто реально виноват, их уже давно в Україні нет. Я думаю, що це було брехня, якби сказати, що, типа, 5 під судом, 20 десь втекло, і ці всі винні. Ні, там набагато більше винних. Просудити треба, починаючи з керівництва МВД. Хочу, такий вопрос. Почему активно рассматриваються ділятися, як Беркутов, которые стріляли, а те, которые и сбивали, а них и забили? А чому не розглядається питання Януковича, регионалів, Шуфрича, який зараз народ... Ні, це та сама історія. Шуфрич – народний депутат. Є фотки, де він тітушкам вказує, роздає накази, тим самим, які вбивали людей. А чому він в Верховній Раді? От через це, там всього-навсього 5, яких цапів відбував, та й все. Да, у Димы хотілося б поінтересоватися, а чим відбуваються так называемі тітушки від тих людей, які стояли на Майдані? Що, у них 4 ноги... Тітушки захищали владу? А не люди? Ну, я б не дуже так стверджував. Ну, вот ми тут чітко упираємся вже в сугубо фашистське определіння чоловіки, тітушка или революціонер діляси. Тітушка за гроші захищав владу. І пока у Димы буде разделення людей на нелюдей і людей для своїх, то ми, в принципі, з міста не збереміться. Ну, ти ти мені не людина. Ну, я попросив вас не тікати мне. Наверно, я вас, во-первых, старше, а во-вторых, я так полагаю, що більш інтектуально радуйся. Я вас жду. Доберіться до мене. Есть дзвонок, приймаємо. Приймаємо дзвонок. Здравствуйте, слушаємо вас. Алло, добрий вечір. Добрий вечір, представьтесь, ваше мнение, тезис на пажах. Меня зовут Алексей, я із міста Києва. Да, Алексей. Я считаю, що работники Беркута і внутрі хори, які стояли на медані, це настоячі герої. Вони виполняли свій долг. Герої. Єсь такі, там погибші, єсь і ранені, дуже тяжелі. Цю притягу. Мало ролі, хмар. І погибші, мало диреку. Я хочу пожелати також адвоката, який захищається, щоб він удачно, ну, выгнал. А що б ти здох? Ну, пожалуйста, Дмитрий, ну... Це ж по кожному потерпілому треба доказувати. Це ж не можна відібрати, що ми у цих по десяти потерпілих беремо світки, а по інших не беремо. Тобто всіх, хто є потерпілими, то цьому інституту по кожному треба всі докази. Суд не може, от, щось там, вибирати чи не вибирати. Прокурор так само зацікавлений в тому, щоб довести те ввинувачення, яке пред'явлено ввинуваченні. То есть, вот это, как бы, ответ на вопрос, а почему так долго? Вот в обществі запрос на то, чтобы посадить, наказать. Ну, вот так считає адвокат, герой в Небесной сотні, потому что много потерпевших, около 200, и на це уходит время. Ну, вот согласны ли с таким утверждением? Пожалуйста, ваши итоги по 30 секунд. З мене починаючи. Прошу. Те, что нынешняя система судить своих же захисників, когда против них повстал народ, это уже парадокс. И, конечно, эта система их не засудить. И, конечно, что она, конечно, все их виправдает. Бо ей нужны верные псы, которые... на справедливость, а не на то, чтобы посадить и наказать. Посадить и наказать – это низменный инстинкт. А вот запрос на справедливость, я считаю, должен победить. Да, спасибо большое, Валентина Рыбин, Дмитрий Зинченко. Конечно же, хочется, чтобы была установлена справедливость, и были наказаны все виновные в убийствах и нарушениях прав людей во время революции достоинства. Программа «Вел Александр Васильевич». Заходите на сайт Маганули ТВ, принимайте участие в голосовании на тему нашего сегодняшнего эфира. И следующий эфир программы «Открытым текстом» во вторник, 19.35. Спасибо, что смотрите нас. Спасибо, что с нами. Спасибо.